Вот уже много лет, каждое начало лета в Казани сопровождается обилием тополиного пуха. Эти пушистые семена напоминают о себе везде, на дорогах, у домов, в парках. Ситуация становится проблемой, когда люди обнаруживают белых пушистиков не только на улицах города, но и на своей одежде, лице, волосах, носу, а иногда пух залетает даже в рот. Аллергия это не на сам пух, а на ту пулицу других растений, которые он собирает или которые цветут одновременно с вылетом семян тополя. Вообще решение проблемы существует, есть варианты, когда высаживаются тополя, которые не дают семян, это или мужские особи, или есть специальные триплойные гибриды, те специально выведенные, скажем так, гибриды тополей, которые не могут размножаться и, соответственно, они пуха не производят. Горожане и власти активно ищут способы борьбы с тополиным пухом. Один из методов – регулярная уборка улиц и парков, а также посадка менее аллергенных видов деревьев в городских зеленых зонах. Вообще тополь – это очень удобное возеленение порода древесная, потому что он хорошо очищает воздух, быстро растет, неприхотлив, хорошо обрезку переносит. В общем, одни положительные качества у него, может быть, за исключением пуха, и то пух, наверное, не представляет уж прям такой огромной проблемы. Если вот такая погода, как сейчас, когда жара чередуется с дождями, то дожди, в общем-то, его уплотняют, смывают, или раньше, вот я помню, в советское время дворники поливали асфальт специально, чтобы пух не разлетался. Пух, он кажется большим, когда он в сухом состоянии распушен. На самом деле, это маленькие семена, зернышки, если можно так сказать, которые естественным образом разлагаются или прорастают, дав начало новым деревьям. Поэтому с утилизацией, я думаю, здесь вопросов не должно возникать. Специалисты призывают к бережному отношению к природным процессам и поиску компромиссов. Тополиный пух – это не только проблема, но и часть жизни природы, которая помогает людям существовать в экологически чистой среде. Ее следует беречь и уважать. Екатерина Сайфулина, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.